Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить фир. Последней части меня напугали до срачки. Это хорошо. Я люблю фир. Ладно, тихо, спокойно. Проходим. Не смотрим вниз. Нахер, нахер. Блин, это... Мне сердце просто в трусы упало. Так нельзя, по-моему, ребят. С такого серию начинать, по-моему, жестоко. Блять, что? Замечательно. Теперь мы видим, сюда пойдем. Давайте запишемся. Не люблю неожиданность. Скотина. Блин, дайте мне врагов. Обычных врагов, которых можно разложить на куски мяса. А такие заигрывания, блин, со мной. Пожалуйста, прекратите. Пожалуйста, помогите нам содержать эту комнату в чистоте. Вот хер вам. Так, Альма. Я надеюсь, это ушла. Ну ладно. Довольно высоко уже. Так, сохранение контрольной точки. Это по-своему хорошо. Тут у нас люфты. А там у нас нихрена не видно. Надеюсь, девочка жива и ее никто не скушал. Я надеюсь, меня никто не скушает. А на девочку мне посрать, в принципе. Я всего лишь выполняю приказы. Блин, я уже тени от этой рамы. Боюсь, думаю, это человек стоит. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Внешний вызов. Привет, это Сью. Уже 2.30. А ты, небось, на очередном совещании? Впрочем, мне не важно. Я просто хотела убедиться, что ты получил мое письмо насчет завтрашней ночи. Извини, что не предупредила заранее. Позвони, как сложишь. Пока. Сообщений больше нет. Бессмысленное сообщение было, по большей части. Ну да ладно. Определенный вклад. Джигурда? Нет, Джигурды. Это печально. Определенный вклад в понимание того, что происходило, это все-таки дало. Так. Так. Я так понимаю, да-да-да, нам сюда. Что-то до хрена этих журналов стало. От Джигурды все нет. Это печально. Еще печально, что до сих пор я не нашел ни одного шприца. Уже на протяжении полутора серий. Атмо. Фонарь же увидел. Будьте бдительны. Ты смотри, как вы живучи, а. Ну это, я думаю, тебе понравилось. Особо живучий у нас есть и к тебе свой подход. Такие моменты поднимают мне настроение. Посмотрите, какое место. Так будет с каждым, кто встанет у нас на пути. Так, мы можем пойти понизу. Нет, понизу мы пойти не можем. Следовательно, нам надо наверх. Сначала мы сохранимся, естественно. Двигаемся вперед. Задолбал на меня уже. Темнота, честно говоря. Ты где? Ладно, особо не цепануло. Так, ты где? Да нормально. Ничего страшного не произошло. Так, ну давайте мне шприц, а где-нибудь в уголке тут может лежит. Меня уже ломает по черному. Мне кумарит, шеф. Но, видимо, нет. У них тут, похоже, страсть была к кактусам. В каждом офисе лежит по кактусу. Так, а я смогу туда пролезть, интересно? Вот я бы лично, я смог бы. А, ну, наш герой, Point Man, в принципе, тоже, как казалось. Может это себе позволить. Так. Здесь же телефон. Тихо, тихо, тихо. Блин, это было ржачно. Хотя, я, конечно, подкатил, хотел убить. Но, блин, забыл, на какую кнопку удар. Да. Ладно. Коряло, но давай. К стенке. Пара, пара, похоже. Ушел. Не ушел. Блин, да. Обманул. Пара, похоже, избавляться от коломета, потому что... Блин, нам, видимо, сюда. Потому что... Патронов что-то к нему нету. Заканчиваются. Так, тут у нас ничего полезного. У нас пистолет, пулемет. Ой, нет, 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 нет. Так. Гранатки. Гранатки, это всегда хорошо. Гранатками я рад. Так, тут у нас ребята отдыхают. И где-то тут у нас был, да, телефончик, который мы сейчас послушаем. До общения. Элис Вейт. Привет, это Элис. Хочу кое-что рассказать. Мы еще не закончили сбор информации, но уже ясно, что у ситуации в Оберне нет никаких видимых причин. Ни социальных, ни экономических. Люди просто покинули этот район, а потом стали обходить его стороной. Все это мы постараемся отразить в докладе. И еще. Судя по всему, это началось около 20 лет назад. Если мы найдем что-то еще, я дам знать. Спасибо. До общения больше нет. Да. Настоящий Бермудский треугольник был. Вернее, не Бермудский треугольник. Ну, короче, зона отчуждения, куда никто не хотел ходить. Видимо, это... Дурак, что ли, совсем? Не надо так на меня выбегать. Выбежал, понимаешь, я, блин, охренел аж. Ладно, хоть среагировал как надо. Так, что закрыли-то мне дорогу. Кругом закрыто. Кругом скучные журналы. Давайте. Будем проламывать стекла, раз нас не пускают в двери. А здесь баррикадировались. Видимо, от команды зачистки. Блин, фонарик, не подводи меня, пожалуйста. С тобой-то страшно, а без тебя вообще обосрач. Насколько мне было не страшно во всяких производственных помещениях, настолько же мне сейчас страшно в этом офисе. Натурально. Блин, как-то все очень... Как-то очень темно и страшно. Зато есть гранаты. Я надеюсь, это я тебя заделал, поэтому ты шатаешься. Так, все. Вы не удивляйтесь, ничего не видно и я молчу. Это значит, что я стою и перезаряжаю фонарик. Без фонарика я вперед не пойду. Скотина! Блядь, как я обосрался. Блядь, Альма, ты меня дураком сделаешь? Я такохренеть. блин мне надо прийти в себя твою мать я хочу выбраться из этих офисов пусть летите даже не заметила страха не насрать и сети помещения будут не такие красивые как эти офисы но зато блин там никогда бежим 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 по хорошо цепанула мы зато там никогда не было так страшно ладно сюда иди сюда видел кстати на днях ролик 12-минутный метро 2034 или она сейчас называется Westlite блин ну обалденно конечно к чему я вспомнил метро 2033 в некоторых моментах была довольно таки страшной игрой метро Westlite по ощущениям здравствуйте по ощущениям от ролика больше напоминает call of duty то добавили музыку в метро 2033 насколько я думаю помните музыки практически не было это серьезно так играл на атмосферу здесь постоянно играет какая-то торжественная блян симфония поэтому совсем не страшно вообще больше экшен чем атмосферный хоррор как это было раньше что это у тех кто это в жопе ковыряется почему свет выключился с другой стороны она выглядит просто гораздо круче чем метро 2033 не в плане технологии в плане технологии уже метро 2033 все было хорошо именно в плане постановки там серьезно прокачали перестрелки ощущение от оружия само оружие стало крутым появился шестиствольный пулемет я конечно не знаю откуда столько патронов в метро чтобы обеспечивать шестиствольный пулемет патронами так тут нас ждут похоже да так раз два три и там еще четыре что ли лет день так 1 2 3 все классов сколько вас болен все похожи к на мои пушечки ну и вам всем тоже по моему все пациенты кончились ладно выходим меняем пистолет-пулемет на эти винтовки или блин лучше пистолет-пулемет оставлю он более точный в закрытых помещениях он педалит буквально всех как и дробовик собственно короче о чем я жду метро 2000 метровый слайд хотя возможно там и просто не показали такие моменты где там с монстрами ходят в конце показали маленькой битвы с боссом каким-то но по моему это совсем другая игра уже не знаю может быть лучше может быть хуже но ждем тем не менее почему это рассказал просто хотел с вами поделиться пока есть возможность слава богу и мы идем дальше идем дальше это дверь вот судя по всему открылась да если все правильно понимаю или не она а вот тут я проходил видимо все таки не она так ну давайте искать другую дверь не 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 вот тут я обосрался тут альма на меня выбежала блин куда идти то в прошлый раз вот около места с пушки у меня затык случился я не знал куда идти теперь опять пушка и я опять не знаю куда идти это печально давайте посмотрим что это пропустил ну в общем дверь открылась где-то вот здесь где я уже был где я убивал врагов так что нам надо идти назад да может эти некуда пойдем искать пойдем искать короче ориентир солдат и рука второго солдата на жопе у первого солдата такой вот у нас ориентирчик блять как меня альма напугала это же просто что то с чем то да 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 вот один солдат ковыряется у другого в кукае мы идем сюда так вот наша пушка блин большое открыто пространство здесь никто больше не выбежит тихо патроны патроны всегда хорошо мы не видим туда пойдем сюда или все таки сюда да неплохо я вас пришитил тут но я не вижу тут ничего хорошего даже сприца нету шприца видимо идем дальше так поправим мышку провод запутался идем а тут больше некуда идти спрыгать я не буду потому что наверняка расшибусь прочитал в интернетах что прохождение Deus Ex Human Revolution займет порядка 15-30 часов это по моему хорошо это будет очень длинный летсплей тем более в летсплей как правило не знаешь куда идти так что блин это может затянуться на пару месяцев я думаю но начнем мы о блять откуда ты взялся ты куда начнем мы ладно сначала убьем их ложись ложись мне лучше ногами вперед так с богом ну куда что похромал ты откуда тут скотина обалдеть да это было неожиданно короче говоря начнем прохождение Deus Ex так что мы не ранее чем закончим одну из двух игр которые я сейчас прохожу есть у меня ощущение что раньше закончится канабиоз и как обычно нахлёст пойдут у меня следующее прохождение вместе с фиром Deus Ex я решил таким образом отдохнуть от ужастиков ногами тут раскидались понимаешь так что будем проходить анабиоз блять анабиоз Deus Ex к тому времени как я пройду вернее как начну проходить Deus Ex наверняка большинство из вас его уже пройдет поэтому избежим спойлеров игра очень многовариативная поэтому я думаю у каждого из нас будет свое прохождение отличающиеся от чужого поэтому я думаю вам будет интересно посмотреть как же буду разрешать ситуации там я так фарш там никого нет так ой неудачно так ладно что то блин я расслабился пора вам показывать козьи рожи больно вы меня доставать начинаете один готов кто то еще кричит вот больше не кричит больше ему нечем кричать так ладно возьмем птичку поймал меня поймал и ладно на этом мы завершим эту часть увидимся в следующей всего хорошего пока пока пока